Рассказывая о случившемся, родители пострадавших детей просят не показывать их лица. По словам мамы семилетних девочек-близнецов, 24 июня ее дети заплаканные вернулись домой с прогулки. Они сообщили матери, что их со двора выманил мужчина и отвел на кладбище. Когда я начала расспрашивать, что он делал, он говорит, он нас целовал, обнимал, и лез в трусики, заставлял снимать трусики, и лез в трусики. Я, естественно, перепугалась, побежала на кладбище, а старшей дочке сказала, чтобы она набирала службу 102. Прибежав на кладбище, женщина увидела односельчанина. Тот не скрывал, это он был с ее детьми. Буквально через несколько минут 58-летнего мужчину забрали в полицию. Детей опросили, их одежду и нижнее белье отправили на экспертизу. Узнав, что дядю Сережу забрала полиция, девочки из других семей начали рассказывать, что он приставал и к ним. Все же обсуждают по семьям дома, ну и мы же как бы тоже. Пришли, тоже рассказали дома с бабушкой, ну бабушке, ты представляешь, вот такое вот произошло. Дочь услышала, проходит там час-полчаса, и ребенок тоже начал рассказывать там в слезах. А вот у меня тоже такое было, вот ко мне тоже приходил и вот тоже там делал. Жители села были буквально в шоке, когда на следующий день подозреваемый спокойно прогуливался по улицам, рассказывают родители пострадавших детей. Полиция его отпустила. Улицы села Серяки опустили. Родители боялись отпускать детей со дворов. Неизвестные разрисовали забор подозреваемого. Односельчане взяли передвижение мужчины под наблюдение. Он один раз понад краем возле домов шел по лесу, из-за кустов выглядывал, на детей смотрел, его словили. И также через день, через день его опять увидели и опять немного побили. Чтобы правоохранительные органы изолировали мужчину от общества, родители пострадавших детей решили писать заявление в полицию и прокуратуру. Собрать подписи жителей Серяков и юридически грамотно написать обращение родителям пострадавших девочек помогла местный предприниматель Нина Мишина. Вчера в 9 часов утра этого Несвита забрали, посадили на время до суда, хотя бы изолировали от общества. Поэтому немножко наше село успокоилось, потому что были такие позывы и идти трассы перекрывать. И в общем, все, конечно, возмущение не было предела. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следственным отделом Дергачевской полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины «Развращение малолетних», которое предусматривает до трёх лет лишения свободы. В деле пока фигурируют всего две пострадавшие. Это девочки-близнецы, но в ходе следствия их может стать больше. Уже сегодня о приставаниях пожилого мужчины сообщили ещё три малолетних жительницы села. Почему подозреваемый так долго был на свободе, в полиции объясняют тем, что пришлось долго собирать доказательства, которые нужны в суде для разрешения изолировать данного мужчину от общества. Потому что у детей телесных пожилов уже не было, зголтывания не было и намагания, зголтывания не было. Но были распускные действия, которые доказывали, что немного важнее, чем наявное насильство, наявное, которое есть на теле и так далее. Поэтому нам были проведены весь комиссийский действий, собраны доказательства, чтобы мы вернулись к суду, и суд реально нам не отмолил в его арешт. Сегодня мнение жителей села Серяки по отношению к подозреваемому неоднозначное. Люди рассказывают, он всегда отличался вниманием к маленьким детям, часто угощал их сладостями и интересовался делами. Поверить не могу, однозначно не могу, я его знаю. Но то, что он алкаш знал, оно до такой степени я не знала. Ну а так, честно говоря, с устремными руками подбилов. Вообще-то я с нижней от Агилы, а там, не дай бог, кто-то там, там по этапу, ему там и дупу этого разнесу. Нет, я Серегу, Серега не мог такое сделать. Вполне возможно, но я такого никогда за ним не замечала. Ну, может быть, потому что это же дети, дети врать не будут. Односельчане говорят, мужчину часто видели под хмелем, но в конфликты с окружающими он почти никогда не вступал. Зато постоянные ссоры были у него дома с женой. Однако рассказать о муже женщина на камеру не захотела. Ольга, здравствуйте. Медиагруппа «Объектив» телеканал «Симон». Могли бы мы пару слов спросить вас о вашем муже? Нет. А почему вы не хотите? Не, 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 не. Да ради бога, что вы думаете. Имеется в виду высказать свое мнение. Не, 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 не. Почему? Ну, зачем оно мне надо? В ходе следствия правоохранителям стало известно, что подозреваемый развращал малолетних еще 20 лет назад. Об этом рассказали жительницы села, которым сейчас по 30 лет. Со слов женщин, тогда они боялись признаться родным случившимся. Сегодня по делу они выступают как свидетельницы. К слову, своей вины подозреваемый не признает. С детьми, которые пострадали от неправомерных действий подозреваемого, будут работать психологи. Ирина Сайко, Павел Велицкий, Медиагруппа «Объектив».